Здравствуйте! С вами программа «Прокурор в теме» и я, ее ведущая Инна Румянцева. Сегодня мы будем говорить о соблюдении трудового законодательства в нашем городе. Согласно информации работников прокуратуры, на территории Самары нарушения в этой сфере вскрываются с заметной постоянностью. Трудоустройство без договора, задержка заработной платы, несоблюдение техники безопасности. Чем это оборачивается для работников и что грозит работодателям, нарушившим трудовое законодательство? Об этом пойдет речь в нашей программе и мой собеседник, заместитель прокурора промышленного района города Самары Александр Горбунов. Александр Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Напомните, пожалуйста, нашим телезрителям, каким нормативно-правовым актом регулируются трудовые отношения работник и работодатель? Ну, в первую очередь, трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Также иные принятые в рамках трудового законодательства федеральными законами, нормативно-правовыми документами. А также регулируются коллективным договором, заключенным непосредственно в организации, трудовым договором. Может регулироваться указами президента Российской Федерации. В целом все это регулирует трудовые отношения между работодателем и работником. Расскажите, пожалуйста, как организованная и осуществляется надзорная деятельность органов прокуратуры и с какими другими заинтересованными организациями вы взаимодействуете при этом? В первую очередь отмечу, что направление исполнения трудового законодательства и соблюдения трудовых прав граждан, работников, это приоритетное направление работы. Организована вся работа в точном соответствии с организационно-распорядительными документами, как Генеральной прокуратуры, так и прокуратуры Самарской области. Основными задачами этой работы является принятие комплекса мер, направленных как на недопущение нарушений трудового законодательства, так и на привлечение виновных лиц к установленным законам ответственности. Но в то же время и на взаимодействие с заинтересованными ведомствами, в том числе и на выявлении нарушений, они нам необходимы для того, чтобы выявить, например, скрытые задолженности, скрытые нарушения. Взаимодействуем мы с инспекцией труда, с органами внутренних дел, с налоговой службой, с социальным фондом, ну, другими органами. В том числе в своей работе мы нередко используем и обязаны использовать информацию, полученную из источников средств массовой информации, публикации в различных мессенджерах. Данная работа вся, она анализируется, все эти сведения, поступившие в прокуратуру района, анализируются, принимаются уже решения о проведении проверочных мероприятий, в том числе, опять же, во взаимодействии с специалистами заинтересованных ведомств, которые озвучил. В конечном итоге мы принимаем меры реагирования для того, чтобы восстановить трудовые права граждан. А каковы результаты работы вот именно в сфере надзорной деятельности? Сколько было проведено проверок, сколько нарушений было выявлено? Расскажите об этом. Прокуратура района в текущем году выявлено более 700 нарушений, принято больше 150 актов прокурорского реагирования. Также ряд работников, работодателей предупреждены о нарушении, недопустимости нарушения трудового законодательства. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования привлечены порядка 60 работодателей к административной ответственности. Больше 40 привлечены должностных лиц дисциплинарной ответственности. Также по материалам прокурорских проверок возбуждено в отношении виновных лиц пять уголовных дел. Серьезные показатели на самом деле? Да, но в целом работа, как я уже говорил, она нацелена на восстановление трудовых прав. В этом году порядка 450 прав граждан восстановлено, трудовых прав граждан восстановлено. Эта работа не останавливается, да, действительно носит системный характер, как уже сказал. Работа имеет системный подход и не останавливается в течение всего года. Да, и на следующий год все повторяется. К сожалению, мы констатируем, что данное нарушение носит повсеместный характер и продолжает совершаться. Да, это вот удивляет, конечно, но да, никуда не уйдешь, наверное, от этого. Расскажите о видах ответственности. Я знаю, что предусмотрена и уголовная ответственность, административная ответственность в отношении недобросовестных работодателей, да, нарушающих трудовые законодательства. Вот расскажите, когда к административной ответственности привлекается работодатель, нарушивший трудовое законодательство? Кодексом административных правонарушений, кодексом Российской Федерации административных правонарушений установлена ответственность административная двумя статьями. Она распределяет основные права работников и в сфере охраны труда. Остановимся отдельно. В сфере основных нарушений, такие как неутверждение графика отпусков, несоблюдение графика отпусков, недвижащее введение трудовых книжек, неознакомление с какими-то локальными актами, которые в организации были утверждены. Не ознакомил работника, работодатель, также установлена административная ответственность. Здесь штрафы на юридических лиц достигают до 50 тысяч рублей. То есть установлено в размере до 50 тысяч рублей. Также предусмотрена административная ответственность за неоформление или недвижащее оформление трудовых договоров. Здесь административная ответственность за нарушение такой, установленную административную ответственность до 100 тысяч рублей на юридическое лицо. На должностное до 20 тысяч рублей. Также предусмотрена самое распространенное нарушение у нас невыплата заработной платы и нарушение сроков выплаты заработной платы. Тоже установлена административная ответственность до 50 тысяч рублей на юридическое лицо. Должностное составит также до 20 тысяч рублей. Вот ведь сколько лет борются с этим нарушением, да и все равно оно остается самым распространенным, невыплата и задержка заработной платы. Да, действительно, можем констатировать это. Председатам прокурорского надзора мы свидетельствуем о том, что наибольшее количество нарушений выявлено именно в сфере невыплаты заработной платы. А в сфере охраны труда? Также в сфере охраны труда, конечно, нарушения выявлено меньше, но это никак не свидетельствует о том, что наша работа менее активна в этом направлении. Выявлено порядка 70 нарушений в текущем году. Принятая административная ответственность установлена также за нарушение в сфере охраны труда. И отдельно предусмотрены самые распространенные, такие как непроведение специальной оценки условий труда. Там административная ответственность предусмотрена в виде штрафа до 80 тысяч рублей. А самые большие штрафы у нас установлены за невыдачу средств индивидуальной защиты. Здесь в административной ответственности может быть привлечено юридическое лицо до 150 тысяч рублей. А должностное лицо 30 тысяч рублей. А сразу два штрафа на одно лицо может быть выписано? Если выявлено два и более нарушений, конечно же, за каждое такое нарушение будут составлены отдельные постановления о возбуждении административных дел, по результатам рассмотрения которых приняты наказания в виде штрафов за каждое. Могу привести к примеру, чтобы было понятно. В рамках проверки могут быть выявлены как нарушения невыдачи средств индивидуальной защиты, так и непроведение специальной оценки условий труда. А также установлены из общих нарушений трудовых прав, как не ознакомление с каким-то положением или несоблюдение графика отпусков. В таком случае за каждое нарушение будет составлено постановление о инициативе правонарушений. Расскажите об уголовной ответственности. В каких случаях речь идет уже об этом виде ответственности? Какая бывает ответственность? В том числе, когда может идти речь о лишении свободы и каков, кстати, максимальный срок? Здесь отмечу, что помимо самого нарушения трудового законодательства, здесь должен быть факт дискриминации установлен, либо личной заинтересованности, например, руководителя. Установлена уголовная ответственность за отказ в приеме на работу, либо увольнение необоснованное лиц предпенсионного возраста, или беременных женщин, и женщин, имеющих детей до 3 лет. В этом случае установлены как штрафы, так и исправительные работы. Также при определенных обстоятельствах, таких как невыплата заработной платы, здесь уже предусмотрена и уголовная ответственность. Невыплата заработной платы свыше 2 месяцев или частичная невыплата заработной платы свыше 3 месяцев предусматривает уголовную ответственность до лишения свободы на 1 год. А если данные обстоятельства послужили тяжкими последствиями, повлекли тяжкие последствия, здесь предусмотрено самое максимальное, кстати, наказание до 5 лет лишения свободы. Аналогично, если это допущено в сфере охраны труда, повлекшая смерть или двух и более людей, работников имеется в виду, также может быть рассмотрен вопрос применения максимального наказания до 5 лет лишения свободы. Ну да, здесь, конечно, речь идет о жизни. Ответственность предусмотрена также и для работников, которые нарушают трудовое законодательство. Об этом немножко расскажите нам. Совершенно верно. Устанавливая должностные обязанности каждого из работников, работодатель закрепляет за ним те или иные полномочия, которые он должен выполнять на рабочем месте. Если работник не выполняет данные обязанности, то есть не исполняет должностные обязанности и совершает дисциплинарный проступок, в этом случае работодатель имеет право рассмотреть вопрос о применении к такому работнику дисциплинарного взыскания. Они у нас трудовым кодексом установлены в виде замечания, выговора, либо увольнения по соответствующему оставанию. Соответствующие основания могут быть такие, что работник продолжает совершать дисциплинарные проступки, имея уже дисциплинарное взыскание в виде замечания и выговора. Но работодатель здесь должен еще обратить внимание обязательно и отобрать объяснение в рамках проведения, до привлечения к дисциплинарной ответственности проведения какой-то своей внутренней проверки или служебной проверки, отобрать объяснение, при каких причинах, обстоятельствах допустил работник эти дисциплинарные проступки. Кроме того, еще есть такие обстоятельства, как после выявления такого дисциплинарного проступка работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности в течение одного месяца. В этот месяц не входит время в отпуске и нахождение, время на больничном. А также работодатель не сможет, не имеет права привлечь к дисциплинарной ответственности работника, если прошло 6 месяцев после совершения дисциплинарного проступка. Если такие обстоятельства работодателям установлены, тогда, конечно же, работодатель имеет право рассмотреть и привлечь работника к дисциплинарной ответственности. То есть тут сроки имеют значение? Конечно же. Вы отметили, что в текущем году прокуратурой промышленного района было выявлено более 700 нарушений в сфере трудового законодательства. Какие это нарушения? В большинстве, как я отмечал уже, это невыплата зарплаты, частичная невыплата зарплаты, нарушение сроков выплаты зарплаты, неформальные отношения заключения, заключение трудового договора, невыдача трудового договора на руки экземпляра. Это основные вопросы, с которыми большинство людей обращаются к нам. Из практики могу привести несколько примеров. Да, расскажите, конечно. Провели проверку в организации, установили выплату зарплаты один раз в месяц. 10 числа месяца, следующего за отчетным, за которое произведен расчет, выплачивается зарплата. В этом случае, в соответствии с трудовым законодательством, установленными нормами, должно быть было предусмотрено выплата так называемого аванса 25 числа. Тогда трудовое законодательство бы не нарушилось и выплачивалась зарплата каждые 15 дней, как предусмотрено законом. В данном случае мы приняли меры реагирования, внесли представление об устранении нарушений. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Зарплата в организации скорректирована, производится два раза в месяц. Трудовые права работников установлены. По невыплате в целом зарплаты останавливаться подробно не буду, дополню только то, что в текущем году, благодаря прокурорскому вмешательству, удалось добиться погашения зарплаты в размере 340 тысяч рублей. Это радует, что люди получили свои заработанные деньги. Про индексацию зарплаты расскажите. Существует такой закон, который требует проводить индексацию? Как работает этот закон? Трудовым законодательством также предусмотрено проведение индексации. И индексацию работников обязаны проводить всех, у которых имеется трудовой договор. То есть с кем заключен трудовой договор. То есть и бюджетные, и небюджетные организации, частные бизнесы, это касается всех? Совершенно верно. А как часто индексация? Раз в год должна проводиться? Или как регулируются сроки? Законом не предусмотрено конкретно, в какие сроки должна производиться индексация. При этом основание проведения индексации должно связано быть с ростом цен на товары и услуги. Роструд в своих разъяснениях рекомендовал проводить индексацию не реже одного раза в год. Ну как государство обычно это рассматривает раз в год? Да, действительно. И в некоторых случаях не реже двух раз в год. Таким образом, проведение индексации один раз в год, допустим, установленной у какой-то организации в размере одного процента, один раз в десять лет, это не будет отвечать... Ну это нелепо, конечно. Будет, да. Согласен, что данное не будет правомерным. Да. То есть в таком случае работники, наверное, могут вполне пожаловаться на это обстоятельство? Совершенно верно. В данном случае необходимо обращаться, и положение какое-то про регламентирующее индексацию заработной платы будет приводиться в соответствии с действующим законодательством. Вы сказали о том, что имелись случаи неоформления трудовых отношений с работниками. Расскажите, какие последствия для работников, вот именно влечет работа без соглашения трудового договора? Что теряет работник? Скажу самые основные, наверное. Он теряет возможность получать в том объеме заработную плату. Ведь работодатель может в любой момент сказать, что уже не нуждается в услугах такого работника. И заработная плата, и расчет при увольнении будет не выплачен. Также, конечно же, не будет никаких отчислений, как в социальный фонд социального страхования, так и в налоговую инспекцию. И не будет учтен данный стаж работы при назначении трудовой пенсии. Данные обстоятельства, я думаю, это самые основные, которые необходимо учитывать работнику, соглашаясь на условия работодателя, не оформлять трудовые отношения и работать без трудового договора. Иногда предлагают замену договора на гражданско-правовые отношения. Вот что здесь нужно понимать работнику? В данном случае, наверное, тоже из практики приведу пример. Проведили проверку частной образовательной организации, учреждения. Они привлекли к работам преподавателя по английскому языку. В рамках проверки мы установили, что преподаватель осуществлял, по сути, трудовую деятельность. Следил за посещаемостью, преподавал на различных платформах. Был график работы, соответственно, выполнял трудовые функции. Эти трудовые функции нельзя считать выполняющими по гражданско-правовому договору, так называемому договору подряда. В данном случае это трудовые функции, которые должны быть оформлены трудовыми отношениями. Применение здесь гражданско-правового договора неправомерно. В данном случае мы из своей практики внесли представление в учреждение. Учреждение не удовлетворило наше представление, сославшись на то, что данные трудовые отношения не признают. В этом случае мы обратились с исковым заявлением в защиту работника, в суд. По результатам рассмотрения искового заявления данные отношения были признаны трудовыми отношениями. Запись внесена в трудовую книжку. Трудовые права работника восстановлены. Ну, отлично, результат труда органов прокуратуры налицо. Расскажите о нарушениях, которые были выявлены вами в сфере охраны труда. Много ли таких нарушений? В сфере охраны труда, повторюсь, да, где-то выявлено в районе 70 нарушений. В основном это не проведение специальной оценки условий труда и не выдача средств индивидуальной защиты. Также встречались нарушения, как не ознакомление с положением об охране труда. В целом вот эти вот нарушения самые распространенные. Из практики мы проводили проверку управляющей компанией. Выявили, по результатам проверки, выявили нарушения, как не выдача средств индивидуальной защиты и не проведение специальной оценки условий труда. А также назначение приказом руководителя, директора управляющей компании, ответственного за охрану труда лицо, которое не прошло специального обучения по охране труда. Таким образом не могло осуществлять данные функции. По результатам прокурорского вмешательства, принятые меры позволили. Организация у нас обучила работника. В настоящее время оказывается специальная оценка условий труда. И выдаются средства индивидуальной защиты. Трудовые права работников в данном случае также были восстановлены. Является ли обязательным социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? Конечно же, данное является обязательным. Федеральным законом предусмотрены. Начисление производится ежемесячно. Работодатель обязан носить данное отчисление. Скажите, все ли организации, независимо от форм собственности, теперь обязаны осуществлять это страхование? И кто осуществляет эти платежи? И какие гарантии при этом имеют работники? Работники при выполнении этих условий, при оплате социальных страховых взносов, получают гарантии получения при несчастном случае, получения медицинской помощи, дополнительных выплат. А оплачивает кто? Работник или работодатель? Работодатель оплачивает в зависимости от производимых работнику выплат в социальный фонд. Расскажите, как быть работнику в случае, если его не информировали о возможных рисках при работе, но при этом уже работник принят на работу? Вообще такое встречается на практике? Встречается на практике. Один из моментов – это неознакомление с положением об охране труда и специальная оценка условий труда. Такие факты бывают, встречаются. Мы их в своих актах реагирования пресекаем. Конечно же, если работник здесь самостоятельно должен еще определить, что не ознакомлен он с такими нормативными локальными актами своими в организации, нужно требовать от работодателя. Соответственно, если не получает ответ какой-то от работодателя, тогда необходимо обращаться в органы для разрешения данных обстоятельств. А вот если работник видит, понимает, что при выполнении определенной работы ему грозит опасность жизни или здоровья, он имеет право отказаться от выполнения работы? В письменной форме, уведомив работодателя, имеет право отказаться, если такие обстоятельства выполнения трудовых обязанностей могут повлечь для него причинение вреда здоровью. Он письменно уведомляет работодателя. Работодателем переводится работник на другую работу. В то время устраняется нарушение, если они имеют место быть, для дальнейшего осуществления этим работникам своих должностных обязанностей. Такой практике встречается очень редко. В основном это все решается на уровне организации и в короткие сроки. Ну, хорошо, если там решается все на уровне организации в короткие сроки, но бывает иногда, что просто работники не решаются выходить с подобными какими-то заявлениями и обращениями за пределы организации. Имеет ли право работник запрос осуществить о проведении проверки условий охраны труда на рабочем месте? Если он чувствует, видит, понимает, что что-то не соответствует требованиям. Если он считает, что что-то не соответствует, он как раз, наверное, и обращается уже в органы для проведения проверки организации охраны труда на производстве в той или иной организации. Поэтому здесь запрос, это имеется в виду обращение само в контролирующие органы. Конечно же, он имеет право, если считает, что его права нарушаются. Как и приводил ранее, если такие обстоятельства имеются, если с работодателем не достигнуто понимания по производству дальнейших трудовых труда и выполнению трудовых обязанностей, тогда он может обратиться в органы, чтобы дали оценку. Вот в 2024 году на какие нарушения трудового законодательства жаловались работники органов прокуратуры? Если касаемо именно сферы охраны труда... Да вообще. И сферы охраны труда в частности. Как и отмечал уже, да, это невыплата заработной платы, частичная невыплата заработной платы. Если касаемо сферы охраны труда, невыдачи средств индивидуальной защиты. В некоторых случаях работники обращали внимание на непроведение специальной оценки условий труда. Такие нарушения самые основные, такие обстоятельства самые основные, с которыми обращаются граждане в органы прокуратуры. Я думаю, и в другие органы, с которыми также происходит взаимодействие, в основном и обращаются. Вот вы, кстати, скажите, куда кроме прокуратуры могут обратиться граждане за защитой своих прав трудовых? Конечно же, это Федеральная инспекция труда в Самарской области. Это Государственная инспекция труда в Самарской области. Можно обратиться туда за разрешением вопроса по нарушению трудового законодательства, трудовых прав. Также в организациях создаются комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Можно обратиться в комиссии, где будут приняты соответствующие решения. Существует также защита как профсоюзными органами. Если профсоюз имеется в организации, можно обратиться за защитой в профсоюзные органы. Также же существует судебная защита, куда обращаются граждане также самостоятельно, либо прокурор выходит в рамках предоставленных по полномочия в защиту нарушенных трудовых прав. Ну и каким способом, напомните, можно обратиться к слову в органы прокуратуры? В какой форме подать заявление? Предусмотрены как личный прием, как и направление почты, так и предусмотрены в настоящее время различные информационные системы для подачи заявлений. Можно подать заявление в органы прокуратуры через государственные услуги? Да, через государственные услуги, также через единый портал прокуратуры. Данные обращения все будут зарегистрированы и рассмотрены в установленный срок. Могу сказать, что в прокуратуре района в текущем году зарегистрировано порядка 150 обращений о нарушении трудового законодательства, из которых более 50 были признаны удовлетворены. То есть каждый третий становится объектом принятия мер прокурорского реагирования, появляются нарушения. Это также один из основных источников получения информации. Это обращение граждан. То есть способов защиты нарушенных прав работников достаточно? Надо просто проявлять инициативу, не сидеть сложа руки, если вдруг работники чувствуют, что их права трудовые ущемляются? Самозащита — это первое, что должно быть принято работникам, когда понимают, что его трудовые права нарушаются. Наше эфирное время заканчивается. Александр Владимирович, я благодарю вас за подробные полезные разъяснения по данному вопросу. Напомню, сегодня гостем в студии был заместитель прокурора промышленного района Самары Александр Горбунов. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok